МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...мэров муниципальных образований, в том числе города Красноярска. Мэра будет выбирать специальная комиссия, а не вы с вами. То есть не будет привычной процедуры выборов. И вот что по этому поводу, вот какие сообщения мы получаем на наш СМС-сервис. Я напомню, что эту тему уже комментировал в нашем эфире политолог Сергей Комарицын. И вот что по этому поводу говорят наши зрители. А ведь политолог прав. Как быть с Конституцией? Тоже перепишем. Как-то сильно попахивает однопартийной системой, даже без намека на конкуренцию и право выбора. И где гарантия, что члены выборной комиссии будут честны и свободны в своем выборе. У нас есть звонок от наших зрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. ...наси честность. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Как вас зовут? Меня зовут Светлана Васильевна. Я хотела бы высказать свое мнение по поводу прямых выборов. Я понимаю, конечно, и Медведева, и Пащенко, они за старые методы выборов. Я все это понимаю. Они привыкли им радостно видеть и слышать. Было особенно видеть, когда колонны раньше шли на голосование. Нет сегодня этих колонн. И не будет их уже. Давно пора понять. Последние выборы за, как было, 18% всего. Ну смешно. Столько денег тратится, и все в пустоту. Ну почему мы боимся нового? Почему? Почему уцепились за это старые? Ну давайте попробуем. Но это ж не на все оставшуюся жизнь. Получится, получится. Продвинь дальше. Ну не получится, будем искать новые пути. Ну не врага же народа они там выберут. Они знают друг друга. И вы знаете, я очень надеюсь, что там будут порядочные люди. И они за закрытыми дверями, наверное, друг другу больше правды скажут, чем мы вот тут где-то у себя дома на кухне. Удивительно. Вы такая прогрессивная. Чем вы занимаетесь в жизни? Ты ничем. На пенсии я, миленькая. Вот 70 лет недавно. Поразительно. А скажите, ну вы же тоже принадлежите, судя по тому, что вы на пенсии, к тому же поколению, что и уважаемый Олег Паченко. Конечно, я тоже бывшая коммунистка. Тоже. Ну вот все ничего, ну всегда меня угнетало, что надо как в инкубаторе все делать. То есть вас это не пугает, что там потом будет ситуация без меня, меня женили. То есть вас такое не пугает. Вы считаете, что старого возврата в принципе быть не можем? Ну почему же бояться-то нового так и старым за грязнем и по грязнему. Ну что ж, спасибо большое. Вы такие прогрессивные пенсионеры смотрят нас в том числе. Есть еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Меня Наталья. Наталья, по какому, что вас взволновало сегодня? Ну вот я по вопросу отмены выборов мэра города. Я как-то не уверена, что это стоило принимать такое решение, поскольку выборы давали хоть какую-то возможность людям осуществить. Ну вот в предыдущем звонке наша телезрительница сказала, что и она права в этой части, что очень мало людей ходит на выборы. И привезти их туда в большом количестве нет никакой возможности. Дело в том, что на выборы ходит наиболее активная часть населения. И если этих людей достаточно для осуществления выбора, то я думаю, так и надо оставить это. А вам не кажется, что мы свой момент упустили? Не ходили мы на выборы? Я ходила на выборы. Ну вы ходили, я ходила. Большая часть избирателей не ходили на выборы. Ходила там меньше пятой части. И мы свой момент, получается, упустили. Вот все вместе мы. Получается, что те, кто ходил на выборы, теперь лишены этой возможности пойти и сделать свой выбор. Внимательно. У нас есть еще один рычаг. Надо внимательнее теперь... Внимательнее, видимо, нам теперь выбирать депутатов, которые потом принимают такие решения, которые нас не устраивают. Ну что ж, через несколько минут полезной информации мы продолжим. Итак, мы продолжаем принимать звонки наших зрителей. У нас на связи еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Дело в том, что я насчет выборов в город. Вот Сергей Комарицын хорошо сказал, что у нас в Конституции и народ является властью. Он имеет право выбирать своих кандидатов. У нас народ очень умный и грамотный. И вот то, что на выборы, потому что меньше и меньше приходит людей, как раз говорит о том, что люди в растерянности. Они не знают, кого выбирать. Они не знают профессиональных качеств тех кандидатов, которые представляют себя. Они вообще по большому случаю не понимают. И поэтому, если пришло меньше половины наших избирателей, это говорит о том, что люди просто отказались осуществлять свое право выбора. И поэтому, дабы, чтобы не остались города без глав, без мыра, нужно просто власти передать. Это автоматически должно передаваться власти это право назначать. Я считаю, что Владимир знает своих кандидатов, профессиональных представителей. А люди действительно нет. Ну, есть, наверное, доля правды в ваших словах. Спасибо за звонок. Потому что управлять действительно удобнее тем, кого ты назначил и тем, в ком ты уверен. Есть еще один у нас звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела сказать по поводу сноса дач в Октябрьском районе. Вот администрация Октябрьского района собирает народ в 6 часов. То есть, почему бы не сделать того, чтобы собрать народ именно в субботу в 11 часов дня. То есть, вы думаете, что это специально делается? Как? Специально это делается, чтобы никто не успел с работы приехать? Нет, я к тому, что хочу сказать, что администрация делает все для того, чтобы пришло мало народу. И чтобы приняли решение снести эти дачи. Если будет большинство голосов, и все дачники проголосуют и скажут нет, им это невыгодно. Я вот что хочу сказать. Почему бы им не перенести вот это вот все слушание на субботу? Ну, удобное для народа время, а не так, как удобно этой администрации. Хорошо. Но чиновники тоже, видимо, пытаются уложиться в свое рабочее время. Спасибо за звонок и за это замечание в адрес администрации Октябрьского района. Мы продолжим через пару минут полезной информации. Я думаю, что наконец закончится матч между Красноярским Енисеем и Кемеровским Кузбассом, который уже разгромно, по-моему, побеждает с отсчетом 14-2. Посмотрим, какой будет счет после рекламы. И вот буквально секунд 30 назад завершился матч между хоккеистами Красноярского Енисея и Кемеровского Кузбасса. Напомню, это была вторая игра четверть финала. Проходила она в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом. И я напомню, что в прошлой игре удалось одержать победу кемеровчанам с преимуществом всего в одну очку. И сегодня должна была решиться дальнейшая судьба наших ребят. И им удалось победить с разгромным счетом 15-2. Следующая игра с Кузбассом состоится завтра. Ну и там решится, кто будет участником полуфинального поединка. К этому часу все новости. Итоги дня в 23.00 подведет мой коллега Захар Письменек. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!